Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Рашида Тимрезова С заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком Обсуждены перспективы Социально-экономического развития региона В том числе ход исполнения поручений Президента страны И реализации инвестиционных проектов На территории республики Особое внимание уделено развитию Всесезонного туристического кластера Архез В ближайшие годы горнолыжный курорт Станет одним из основных Туристических направлений в округе По словам руководителя региона Сегодня в правительстве страны Высоко оценивается потенциал Нашего молодого курорта Который уже успел себя хорошо зарекомендовать За 8 лет существования Археза Туристический поток На курорт увеличился в 7 раз Сегодня он составляет 800 тысяч туристов в год В малом зале Дома правительства Под председательством Заместителя председателя правительства Карачаева, Черкесии Евгения Гордиенко Состоялось совещание по вопросам развития Жилищно-коммунального хозяйства Республики Повышение эффективности управления Многоквартирными домами А также проблемам и путям их решения В своем выступлении Министр строительства ЖКХ региона Ринат Семенов Отметил, что в последние годы Проводится преобразование Цель которых создать комфортные И безопасные условия Проживание граждан Сделать сферу ЖКХ Ориентированной на клиента И привлекательной для бизнеса Кроме того, участники мероприятия Обсудили с представителями Управляющих компаний Карачаева-Черкесии Вопросы и замечания Связанные с предоставлением Их услуг жителям Во Дворце культуры Черкеска Чествовали победителей Республиканского творческого конкурса На лучший авторский материал По профилактике терроризма и экстремизма Дипломы и денежные призы Победителям конкурса Вручил министр Карачаева-Черкесии По делам национальности Массовым коммуникациям И печати Альберт Кумуков Он отметил, что с каждым годом Количество заявок на конкурс Только увеличивается Я бы сказал, что журналисты Справляются со своей работой Хорошо в данном направлении Потому что профилактика Идет каждый день Коллеги активно работают Освещают разные сферы Деятельность по данному вопросу И как мы с вами видим Пока у нас это получается Взаимодействие между министерством И нашими коллегами-журналистами Наважено очень активно Мы постоянно связи 24 часа в сутки Разные темы Не только данная проблематика Но и остальные темы Освещаются довольно-таки корректно Работа слаженная В номинации «Лучший телевизионный сюжет» Победу одержала наша коллега Рабиат Кокова Своими впечатлениями Она поделилась сразу После церемонии награждения Для которой разубеждаюсь Все-таки СМИ Это мощнейшее оружие Которое может повлиять На мнение населения И в этом плане В этой работе По профилактике Экстремизма и терроризма Мы, журналисты Республики Я думаю Делаем большой вклад В это дело Готовность горнолыжных курортов Карачаева-Черкесии Обновление туристической инфраструктуры И спектр предоставляемых услуг Обсудили в рамках пресс-конференции Прошедшей на базе Информационного агентства ТАСС Предстоящий зимний туристический сезон На Северном Кавказе В рамках глобального бренда Кавказ-гран-туризма Обсудили руководители Отраслевых ведомств макрорегиона Республика эффективно реализует Мощный потенциал Социально-экономического развития В сфере индустрии гостеприимства И надо отметить, что Показатели у нас стабильно Ежегодно растут на 15% Отметил в ходе своего выступления Министр туризма и курортов Республики Расул Тикеев Я бы хотел коротко Рассказать о Туристическом потоке в регион Так, за 2021 год У нас туристический поток 1,749,000 туристических прибытий А вот 9 месяцев Уже 1,612,000 Донбай Представляет современную инфраструктуру Которая на сегодняшний день есть На территорию размещено более 100 отелей Это порядка 7,5 мест размещения единовременного 25 километров современных горнолыжных трасс Разного уровня сложности В ТРК Архыс молодой курорт Который вот уже за 8 лет Увеличил турпоток в 7 раз И сегодня турпоток в Архыс По итогам 2021 года Это почти 800,000 туристических прибытий Также доступны 27 километров Современных горнолыжных трасс Различного уровня сложности Это порядка на самом ВТРК Архыс 2000 мест размещения И в одноименном поселке Архыс Это более 4000 мест размещения Что в современных условиях можно и нужно делать для социализации трудных подростков Что оказывает главное влияние на систему жизненных ценностей и поведения молодежи Эти и другие вопросы поднимались на заседании, прошедшем в Общественной палате Республики С участием в ведомстве и организации, занимающихся в социализации трудных детей А их в нашей республике, как показывает статистика, немало Информацию комментирует председатель комиссии Общественной палаты По развитию высшего, дошкольного и среднего образования Джамал Тибуев Нужно начать с сути проблемы Во-первых, понять, кто такие трудные То есть выделить ту категорию, которой можно отнести к трудным подросткам и молодежи Выяснить психологические аспекты, почему с ними так происходит В какую трудную жизненную ситуацию они попали Для того, чтобы разрабатывать какие-то шаги и планы Для начала нужно понять, с кем мы работаем В каком количестве они у нас присутствуют в нашей республике конкретно Сегодня во многих регионах и городах нашей страны Будет проходить всероссийская акция «День правовой помощи детям» Приуроченная к празднованию Всемирного дня ребенка, который отмечается 20 ноября О том, какие мероприятия будут проводиться в этот день Управлением Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесии Рассказал начальник отдела правового обеспечения И ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц Осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Вместе с тем, управление ФССП России по Карачаево-Черкесской республики Рекомендует заранее сообщить о своем планированном обращении Чтобы работники управления могли максимально предметно подготовить решение вопроса К моменту приема и принять соответствующие меры По вопросам записи на прием возможно обратиться по адресу При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность И документ, подтверждающий полномочия Этот же день в управлении будет работать в горячей линии По вопросам оказания правовой помощи детям Номер телефона 8-878-2-21-56-18 О том, какие мероприятия будут проводиться в управлении Минюста по Карачаево-Черкесии В рамках всероссийской акции «День правовой помощи детям» Рассказала главный специалист, эксперт отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры Нотариата государственной регистрации актов гражданского состояния Елена Севицкая Это день повышения правовой грамотности в области защиты прав и законных интересов каждого ребенка Министерство юстиции России и его территориальные органы выступают организаторами Проводимых в его рамках массовых мероприятий В большинстве случаев дети не могут и не знают, куда обращаться со своей защитой Поэтому основная задача проведения Всероссийского дня правовой помощи детям Это правовая помощь детям-сиротам и детям, находившимся в трудной жизненной ситуации А также широкое информирование граждан о возможностях системы бесплатной юридической помощи Мероприятия будут проведены федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации В взаимодействии с органами государственной власти Карачаевской Республики При участии некоммерческих организаций, занятых в сфере работы с детьми-сиротами и поддержки приемных детей Адреса и время работы пунктов оказания бесплатной юридической помощи указаны на сайте Управления Министерства Юстиции Российской Федерации по Карачаево-Черкесии Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии Все приняли участие в гуманитарной акции «Братья по крови», проводимой Следственным комитетом страны в поддержку участников специальной военной операции Более 40 офицеров ведомства сдали кровь в Республиканской станции переливания крови Среди участников акции были и те, кто постоянно сдает кровь, ее компоненты и работники, которые решили стать донорами впервые А за один раз донор сдает около 450 мл крови Как на сегодняшний день реализуются мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда О временных мерах поддержки безработных, о трудоустройстве граждан в условиях пандемии расскажет директор управления Центра занятости населения по Адыгихабльскому району Дина Джамбекова На сегодняшний день в Центре занятости по Адыгихабльскому району зарегистрировано 120 человек Эта цифра вообще в течение года колеблется, то увеличивается, то понижается Естественно, во время пандемии, во время коронавирусной инфекции, во время распространения эта цифра была больше Но в данный момент сейчас она уменьшилась В целях дополнительных мер поддержки работодателей и граждан предусмотрено финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда При организации общественных работ, при участии граждан, зарегистрированных в целях подходящей работы в центрах занятости И которых Центр занятости направляет на эти общественные работы При этом хочу отметить, что в период участия в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице На базе стационара эндокринологического отделения Республиканской больницы работает школа сахарного диабета Где людей, страдающих этим заболеванием, учат правильному питанию и формируют новые привычки Наукой доказано, что коррекция образа жизни является эффективной мерой профилактики диабета или отсрочки развития диабета второго типа Благодаря своевременной поддержке, индивидуальным подходам и рекомендациям пациенту легче освоится вести привычный образ жизни В селе Джагамала Карачаевского района появится новая мечеть, которая возводится на месте старой мечети Здание которой было признано аварийным В разные годы в этом здании размещались гидроэлектростанция, производственный цех и пост ГАИ Комментирует информацию заместитель муфтия Духовного управления мусульман Карачаева Черкесии Мухаммад Хаджи Эркенов Были плиты перекрытия, они прям держались где-то сантиметра на два Стены начали расходиться, поэтому мы пропустили швеллер снизу, чтобы она не раздавила людей Мы поговорили, обговорили, собрали село, говорим, что это аварийное состояние, здесь уже молиться нельзя, опасно Поэтому мы должны строить новые мечети Более 200 гектаров леса восстановлено в Карачаево-Черкесии за 4 года по нацпроекту «Экология» и партпроекту «Чистая страна» В текущем году соответствующие мероприятия были организованы на 13 гектарах, в том числе содействие естественному лесовосстановлению на 11 гектарах В текущем году соответствующие мероприятия были организованы на 13 гектарах, в том числе содействие естественному лесовосстановлению на 11 гектарах и искусственное лесовосстановление на 3 гектарах Более 14 тысяч молодых деревьев посадили в этом году на землях лесного фонда, в парках и скверах республики в рамках акции «Сохраним лес» В селе Джага Малокрачаевского района продолжается капитальный ремонт сразу двух берегоукрепительных сооружений на реке Шкакон Восстановление этих дамб позволит защитить от воды полторы тысячи человек с их домовладениями и приусадебными участками Подробности сообщила советник министра природных ресурсов и экологии республики Медина Буташева Общая протяженность двух берегоукрепительных сооружений, на которых ведутся работы, составляет 3376 метров Работы начались весной текущего года в рамках государственной программы воспроизводства и использования природных ресурсов И проводятся в целях обеспечения защиты населения и социально-экономических объектов от негативного воздействия вод Прежде всего в наиболее поводкоопасных и подверженных подтоплению районах Ремонт дамб позволит защитить 1400 человек их домовладения приусадебные участки Общая площадь территории, подверженной затоплению, составляет порядка 55 гектаров В зоне возможного подтопления также расположены школа, мечеть, администрация сельского поселения, дом культуры, детский сад и другие объекты инфраструктуры села Проведение работ позволит предотвратить ущерб от негативного воздействия вод в размере более 1 миллиарда рублей На территории Карачаево-Черкесии до 14 декабря проходит месяц по безопасности дорожного движения По итогам прошедших 10 месяцев в республике отмечается рост трех основных показателей аварийности В частности, по количеству ДТП почти на 20%, по числу погибших на 44% и раненых на 22% О том, какие мероприятия будут проводиться в республиканской столице, рассказал инспектор направления по пропаганде отдела ГИБДД МВД России по городу Черкесску майор полиции Руслан Каблахов В ходе данного мероприятия сотрудники ДПС и ОГИБДД по городу Черкесску будут проводиться мероприятия, направленные на безопасность дорожного движения То есть беседы в школах, беседы с преподавательскими коллективами, будут проводиться родительские собрания Наряды будут приближены к очагам аварийности С 22 по 25 ноября в Черкесске пройдет бизнес-интенсив, в котором примут участие студенты вузов и СУЗов региона Заинтересованные в открытии своего дела в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя Грандовый проект «Молодой предприниматель» направлен на развитие молодежного предпринимательства Подать заявку и принять участие в нем можно до 20 ноября через онлайн-форму по ссылке businessintensive.tilda.wc В Пскове в эти дни проходит Всероссийский форум учителей музыки Организаторами мероприятия являются Министерство просвещения России и правительство Псковской области В работе форума принимают участие министр просвещения страны Сергей Кравцов, митрополит Псковский Тихон Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и другие Карачаево-Черкесию представляет учитель музыки средней общеобразовательной школы села Кустах и Тагурово Елена Федосова Ребята из Карачаева-Черкесии стали обладателями спецнаград на Всероссийском фестивале вокально-хореографического и сценического конкурса «Мир звезд» Артисты ансамбля HMS привезли домой различные награды Анзору Тхагапсову достался специальный приз за активное стремление к победе Ансамбль стал лауреатом первой степени сразу за два танца Кроме того, выиграли вице-гран-при за танец Махаджиров Государственный ансамбль танца Карачаева-Черкесии «Сельбрус» приглашает жителей республики на настоящий праздник кавказского танца В программу вошли новые хореографические постановки и хиты золотого фонда артистов Все они будут сопровождаться живой музыкой Концерты состоятся 21 ноября в 15 часов в Доме культуры села Дружба А 23 ноября также в 15 часов в Доме культуры села Счастливого Прикубанского района Радио России Карачаева-Черкесия Погода По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра Сегодня по Карачаевой Черкесии ожидается переменная облачность Местами небольшие осадки в виде дождя Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду Порывы до 20 метров в секунду Температура воздуха плюс 12-17 В горах местами до плюс 8 В Черкесии без осадков Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду А столбик термометра поднимется до 16 градусов Это все новости к этому часу С ними я вас знакомил Марти Киев Берегите себя и своих близких Всего доброго Реклама Пираты захватили Кисловодск Захватывающее цирковое шоу с удивительными животными Леопард, обезьяны, крокодил, питоны, медведи, лошади И это еще не все Спешите узнать тайну пирата в Кисловодском цирке С 29 октября Вы слушали Радио России Карачаева Черкесия